Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Разрешите представить вам доклад на тему причины ревизионного эндопротезирования у онкологических больных. Эндопротезирование костей и суставов является методом выбора при лечении больных злокачественными опухолями костей. Нарядение более новых высокопрочных материалов для изготовления депротезов позволило расширить показания к органосохраняющим оперативным вмешательствам и получить хорошие онкологические и функциональные результаты. В более чем 80% случаев первичных и метастатических опухолях костей и современном комплексном подходе в лечении возможно выполнение органосохранного вмешательства в объеме резекции кости с эндопротезированием сустава. Однако частота ревизионных костей по данным разных источников составляет от 5 до 50%. Наиболее частыми причинами показаний к ревизионному эндопротезированию являются асэптическая нестабильность соединения эндопротеза с костями. Это расшатывание ножек эндопротеза. Перепротезная инфекция. Перелом кости, в которой фиксированы компоненты эндопротеза. Механическая поломка эндопротеза, связанная с травмой. Изнашивание деталей эндопротеза, травмостные переломы металла. Локальный рецидив заболевания, требующий настройки или замены установленной конструкции. По мере того, как увеличивается количество имплантированных эндопротезов, а также продолжительность их эксплуатации, увеличивается количество реэндопротезирований, связанных как с инфекционными осложнениями, так и с износом элементов импланта. Несмотря на совершенствование систем для эндопротезирования и методик операции, частота после операционных осложнений при онкологическом эндопротезировании остается высокой. Развитие осложнений после эндопротезирования у онкологических больных зависит от возраста пациентов, длины резекции суставного конца трубчатой кости, типа фиксации импланта, вида эндопротеза, качество косты ткани и иммунного статуса больного. В то время как техника первичного эндопротезирования уже давно стандартизирована во всем мире, ревизионное эндопротезирование является достаточно непредсказуемой операцией, требующей от хирурга творческого подхода и большого профессионализма. В свою очередь, результаты ревизионного эндопротезирования имеют гораздо более высокий процент подсложнений, чем при первичном эндопротезировании. Сложность выполнения ревизионных вмешательств зачастую обусловлена дефицитом неизменённых процентов и окружающих мягких тканей, с циррением ложа эндопротеза, требующего двухэтажных оперативных вмешательств. У нас в Центре с 2012-2019 год выполнено 341 эндопротезирование онкологических больных по поводу первичных и вторичных поражений опорно-двигательного аппарата. Распределение больных по локализации патологического процесса данного данной таблицы. Большинство хирургических вмешательств было произведено в больных с поражением дистального сегмента бедренной кости. Ревизионных эндопротезирований в целом выполнено в 59 случаях, что составило 17% от общего количества выполненных оперативных вмешательств. 27 операций в больных с локализацией процесса в дистальном сегменте бедра, что составило 46% от всех ревизий и 27% от всех замещений дистального бедра. 16 операций в больных с локализацией процесса в максимальном сегменте бедрецовой кости, что составило 27% от всех ревизий и 27% от всех замещений проксимальной голени. 8 операций на тазобедренном суставе, что составило 4% от всех ревизий и 9% от всех операций на тазобедренном суставе. 6 операций на плечевом суставе, что составило 10% от всех ревизий и 1,8% от операций на плечевом суставе. и 2 вмешательства на голеностопном суставе, что составило 3% от всех ревизий и 18% от всех операций, выполненных на голеностопном суставе. На данном слайде представлена частота осложнений в зависимости от локализации процесса. Наибольший процент осложнений наблюдался в тень допротезирования коленного сустава с замещением дистального сегмента бедренной или проксимального сегмента больших перцовых костей. Большинство ревизий произведено по поводу асептической нестабильности одной из ножек эндопротеза, что наблюдалось в 26 случаях и составило 54% всех ревизионных вмешательств. Ревизии в случае инфекционных осложнений проведено в 16 случаях, что составило 33,3% от всех ревизионных вмешательств. Поломки элементов эндопротезов встречались в 6 случаях, что составило 12,5% всех ревизий. Перепротезные переломы наблюдали в 3 случаях, что составило 6,25% от всех выполненных ревизионных протезирований. И настройка эндопротезов по поводу рецидивных заболеваний проводилась в 6 случаях, что составило 12,5%. Все случаи ревизионного эндопротезирования не связаны с инфекционными осложнениями, проводились в один этап путем замены поврежденных элементов, подстройки или полной замены эндопротезов. Наибольшие трудности при выполнении ревизионного эндопротезирования были при инфекционных осложнениях, которые составили 4,7% от общего числа эндопротезирований. Проводились двухэтапные оперативные вмешательства. На первом этапе, после проведения посева перепротезного содержимого на флору и определения чувствительности флора к антибиотикам, проводилось 2-3 курса антибактериальной терапии, исходящую из чувствительности флора. Удаление эндопротеза с установкой цементного спейсера, состав которого вводился или гентомицин, или ванкомицин. Также временная конструкция покрывалась антибактериальными губками. Также производилась дебридность ложи эндопротеза. После операционного периода проводилась антибактериальная терапия, 2-3 курса согласно чувствительности флора. На втором этапе, после трехкратных отрицательных посевов содержимого из ложа спейсера, производилась удаление времени конструкции и установка эндопротеза с проведением антибиотик-профилактики. Нередко после дебридности ложи коленного эндопротеза и при применении самодельных конструкций цементного спейсера возникает дефицит мягких тканей для укрытия полноценного эндопротеза. В таком случае применялась ортодозирующая конструкция коленного эндопротеза, для укрытия которого требуется меньший объем мягких тканей. С развитием 3D-технологий появилась возможность производства артикуляционных цементных спейсеров, повторяющих форму удаляемой конструкции, что способствует сохранению необходимого объема перепротезного ложа для установки полноценной конструкции эндопротеза. Также конструкция 3D-спейсера позволяет больному ходить с базированной нагрузкой на оперированную конечность сохранения флексии в суставе. На данном слайде представлены этапы изготовления и имплотации 3D-спейса. Таким образом, ревизионное эндопротезирование является одной из важнейших проблем в лонкортопедии и требует индивидуального подхода и достаточного профессионализма от специалистов. Ревизионное эндопротезирование у онкологических больных должно производиться только в специализированных отделениях, обладающих специалистами, имеющими достаточный опыт выполнения ревизионного эндопротезирования и оснащенных оборудованием для этого. Развитие новых технологий позволяет расширить возможности проведения ревизионного эндопротезирования с возможностью сохранения конечных. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok